Теракт в Вене совершен исламистами. Один из нападавших симпатизировал ИГИЛ, сообщили власти. Жертвами теракта стали четверо. Полтора десятка человек получили огнестрельное ранение, когда после восьми вечера нападавшие начали расстреливать прохожих на улице рядом с синагогой. Стрельба продолжилась еще на пяти центральных улицах Вены, многолюдных канун второго в этом году карантина. Один из нападавших ликвидирован полицейскими. Поиски другого продолжаются. Я услышала звуки выстрелов. Мы не поняли, что случилось, но мы увидели разбегающихся людей. Мы замерли, мы не двигались какое-то время. Звуки выстрелов были все громче, и тогда мы тоже побежали. Но мы не знали, убегаем мы от нападавших или наоборот, приближаемся к ним. Поэтому мы забежали в ближайшую гостиницу и укрылись там. Канцлер Австрии Себастьян Курц уже назвал это нападение терактом. Глава МВД Альпийской республики в свою очередь подтвердил, что один из злоумышленников уничтожен. Карл Нехаммер обратился к жителям столицы страны. По возможности я прошу венцев не выходить из дома, если на то нет серьезной и веской причины. Солидарность с австрийским народом выразил Евросоюз, а также глава европейских стран. Макрон опубликовал твит, в котором призвал не сдаваться, поскольку за нами, как подчеркнул президент Франции, вся Европа. Австрийские власти убеждены, об этом говорят публично, что преступники профессионально подготовлены и хорошо вооружены. На поиски второго нападавшего брошены силы спецназа Кобра, не менее ста сотрудников из подразделений быстрого реагирования, а также полицейские в гражданской форме, подчеркивает аскорреспонденция с места события.